Здравствуйте! Летом 2013 года, кроме традиционных светских праздников, отмечается весьма весомая историческая дата – 1025 лет Крещения Руси. В храмах Архангельской епархии в этот день звучал 15-минутный праздничный колокольный перезвон «Благовест». Но летние месяцы для нас – это еще и возможность засвидетельствовать еще одно событие – преображение в строительстве Михаила Архангельского кафедрального собора. Главный храм должен обрести голос. И даже если вы далеки от православия, нельзя не восхититься мощью и красотой этого строения. Об этих делах мы поговорим с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, Тамара! Очень приятно видеть вас в студии. Давайте начнем с исторической даты Крещения Руси. Отметили в Архангельской области эту дату. А какое место по-вашему занимает вообще православие вот сейчас в умах северян? Наш народ возвращается к своей культуре, к своей истории, к своим традициям. Поэтому все больше и больше места занимает в умах и в сердцах наших северян. Именно культура наших ценностей. Наша духовность. Вот почему северный народ был таким? Это самый лучший народ, я считаю, на нашем севере. И это именно русский народ. Потому что определенная шкала ценностей, она формирует не только сознание, она формирует поведение человека. Когда в основе вот этого поведения заложены христианские ценности, они звучат так. Человек — это образ Божий. образ — это славянское слово. А слово греческое — икона. Человек — это икона. И как вот к иконе мы относимся с уважением, благоговейно, а к человеку, как к живой иконе, еще более благоговейно нужно относиться. Не просто нельзя его там убивать, оскорблять, даже вот осуждать другого человека является большой грех. И вот когда народ жил этими ценностями, не просто вот формально был христианином, а по-настоящему в своем сердце держал вот эти ценности, то, конечно же, преображалась русская земля. А затем мы знаем, какой страшный был период, когда людей считалось нормой убивать за то, что они думают по-другому. Видите, как все быстро изменилось. Но сейчас то время оно ушло, и мы пытаемся вырастить уже другое поколение людей на наших традиционных христианских ценностях. И мы видим, что этот процесс, он идет, но не так быстро. Реанимировать человека тяжелее, чем вот травмировать. Это факт. — Но все-таки процесс идет. — Конечно, конечно. — И вы чувствуете это, вот встречаясь с прихожанами, с людьми. — Понимаете, вот даже показатель того, что вот строительство храмов, вы только что сказали, ведь под лежачий камень вода не течет. Мы знаем, что вот раньше было три храма, которые вот здесь мы имели. Это трудное время. Так сейчас уже 20, я говорю, храмов мы имеем. Но и они находят своих потребителей, если говоря вот таким обычным языком. — Медийным. — Да, медийным. То есть народ приходит. Единственное, что часто вот простой еще народ, мало церковный или не церковный, он относится к церкви вот как к некому магазину, ну вот как раньше были магазины. Но у нас же есть магазины. Зачем столько их открывать? Человек зашел, занял очередь, час постоял, купил себе все и ушел. Вот нечто подобное, чтобы было и в храме. В храме человек должен спокойно стоять, не толкаясь, не падая в обморок от жары, приведя своего ребенка малолетнего, которого бы тоже не затолкали. Значит, храмы должны у нас быть свободные, просторные. А если мы вспомним Великий пост, так мы же там кладем множество поклонов. Значит, чтобы положить земной поклон, должно быть пространство храма. А у нас часто вот считают, что ага, храм должен был быть набит. — Особенно в празднике. — Да, я говорю, ну правильно, это получается, помните, шпроты, как раньше называли, братская могила. Ну, человек должен стоять достойно в наших храмах, чтобы он мог свободно подойти к той или иной иконе, к святыне, приложиться, помолиться. Вот такие храмы мы сейчас строим. И правильно, как вы сказали, что кафедральный собор — это лицо. Лицо нашего города, лицо нашего севера. Если мы вспомним историю, то ведь в XIV веке был первый монастырь в честь Архангела Михаила. И вот мы сейчас строим собор в честь Архангела Михаила. — Возвышается уже над двиной кафедральный собор. Вы удовлетворены ходом строительства? — Ну, знаете, и да, и нет. Всегда человеку хочется побольше. — И бы быстрее. — Да, и побыстрее. — Да, ну вот, говорю, три принципа рыночной экономии нашей, и все они на букву «П». Побольше, побыстрее и подешевше. Вот мы это и хотим. Конечно, хотелось бы и действительно быстрее, но есть вещи, которые с точки зрения строительства нельзя делать быстро. Вот мы делали своды. Этот процесс, он такой маловидный, но требуется время, чтобы все это застыло, укрепилось. Это монолит. Вот ты поспешишь, людей насмешишь. — А вы помните, как все начиналось? Вот когда вы приехали только что, да, увидели масштабы это строительство? Страшно вспомнить. Но вот опять я вижу руку Божию. Что мы кто? Я всегда говорю, я дворник, сторож у Бога. А строит-то сам Бог. Ну, а сторож, он должен все-таки следить, чтобы не разворовали, не утащили. Я когда приехал, тяжелую ситуацию я увидел. Перед этим мне святейший сказал, владыка, главным делом в данный момент должно быть строительство кафедрального собора. Очень плохо он строится. И я приехал, я думаю, что все-таки лучше, чем я увидел. — Одни сваи увидели, да? — Да, сваи, 75% плиты вот этой. Вот самое страшное, что нет, не было средств. Ведь все очень просто. Есть средства, и можно найти строителей, желающих-то много. И здесь именно вот я увидел руку Божию, чтобы постепенно как-то люди появлялись, средства. Как-то вот... И самое главное, что вот действительно, когда мы это делаем вместе, вместе, то совсем как-то другой выхлоп, больше сердечности, больше радости. Вот пускай будет дольше, но участие, самое главное, живое участие наших северян. — Вот, наверное, отсюда появилась фраза, да, строить собор всем миром. И к этому собору как раз, как нельзя лучше это подходит. А что вот вы вкладываете? Строить собор всем миром. Это что, каждый должен внести свой рубль? Ну, должен, наверное, здесь неуместное слово. — Понимаете, как бы нельзя измерять жертву в деньгах. Любовь вообще, что такое любовь? Любовь — это жертва, самопожертвование. Когда человек отдает другому человеку себя, свое время, свой талант, свой материальный достаток. Вот это и называется проявление любви. Вот когда один человек вкладывает свой рубль, как вы сказали, а другой приносит грибы. А третий просто приходит на субботник. Вот прошел этот субботник. Это вот люди со слезами на глазах подходили и благодарили владыка. Спасибо, что вы нас собрали. Нам так хорошо, нам так радостно, сердечно. Вот христианство — это то, что проявляется не только в молитве. Это то, что проявляется в делах. Вот дела милосердия, они важны. И вот здесь некое милосердие к будущим даже поколениям. Вот мы строим, а намаливать будут еще и наши дети, и наши внуки. И чтобы они говорили, а вот этот колокол мой дедушка отливал, там мой дедушка покупал, мой дедушка там поднимал или вот шлифовал его. Действительно, всем миром, когда мы все делаем одно общее дело, это действительно наше общее дело. А вы знаете, владыка, ведь каждый хочет, чтобы ему помогли. Благотворительности научить достаточно сложно. А можно научить? Как посеять в сердце каждого человека потребность отдавать? Вот это, мы говорим, процесс воспитания человека, становление. И как бы вот часто у нас неправильно понимают воспитание до определенного возраста. А этот процесс, когда мы впитываем в себя, вот все хорошее, он длится до самой смерти человека. Я вот вспоминаю, как старых людей, они стали приходить в 90-е годы в храмы. И вот я смотрю, я застал как раз процесс, когда много людей приходило. Люди как бы проснулись, узнали истину. И вот интересно, что люди не стесняются своего незнания в области веры. Ну, как вот я не стесняюсь своего незнания где-то там в строительной части, где-то в медицине. Это естественно. Мы приходим к врачу, и я люблю взять бумажку и записать, чтобы не забыть. Вот так же и здесь. Вот это воспитание, у нас процесс прервался, самое страшное. Что вот те ценности, которые у нас всегда были доминирующими, их попытались задвинуть на задворки. Как что-то аджилое, что-то старое, ну такое ненужное. И упустили мы часть нашего народа. Вот выросли люди, незнающие. Но сейчас есть возможность, и народ возвращается. Воскресные школы тому в помощь, да? Да, воскресные. Она же не одна у нас, у нас воскресные школы. Их много, они увеличиваются. Желающих больше, чем у нас возможности. Дело в том, что у нас же в свое время поднимали здание, а теперь у нас не хватает здания. Нет такого, что родители думают, что вот они отдали детей, и вот нравственности здесь их научат. Ведь родителей тоже надо воспитывать. Ведь вы правы, вот когда говорят, что делать с детьми, вопрос неправильный. Что делать с родителями? Если мы дома у себя не создадим правильную атмосферу, правильную, праведную атмосферу, то, конечно же, дети, они не смогут сохраниться. У меня большой опыт в этом плане, 90-е, 2000-е годы, когда люди приходили и рассказывали, что да, мы не поддержали нашего ребенка. Вот он вот сейчас такой. И эти дети, сами получив травмы моральные, духовные, они потом говорили своим родителям, почему вы меня не поддержали? Я же помню, как у меня пела душа, когда я вот начинал эту духовную жизнь, а придя домой, он видел другое. Когда родители на все махнули рукой, конечно же, нужно благодарить. Вот как мы благодарим людей, и это говорит о нашей культуре, о воспитанности, вот так же мы должны поблагодарить Создателя. То есть встать утром, поблагодарить Ее за то, что ночь прошла, мы живы, попросить Его, наступил вечер, поблагодарить за все, за хорошее, за плохое, как врача. Мы же Его благодарим, Он нам боль создал, да, причинил боль, но мы понимаем, что эта боль была сделана для того, чтобы потом человеку было хорошо. И уходим мы от зубного врача, плохо говорим, но благодарим. Вот так же мы должны благодарить Господа, благодарить людей, вот больше в себя впитывать вот этого светлого, доброго, чистого. И тогда вокруг нас жизнь изменится. Мы вернемся еще к восстановлению храмов. Есть такой проект, это общее дело, возрождение деревянных храмов на Севере. Он уже давно идет. И там собираются волонтеры, такая большая очень акция, всероссийская акция. Как у нас обстоит в регионах? Какие храмы восстанавливаются? Ну, они несколько десятков храмов восстанавливают. И восстанавливают в уголках, в деревнях, вот таких заброшенных, где, куда обычно не доезжают люди, куда не приезжают корреспонденты. Вот приезжая на наш север, вот эти простые люди, они москвичи в основном, они увидели вот эту красоту, которая погибает. И они не смогли на это смотреть. Люди небогатые, они покупают стройматериалы, краску, там что-то, приезжают сами, берут с собой часть средств, нанимают местных жителей, и сами вместе с ними трудятся. Это волонтерская работа. Волонтерская, да. И самое главное, что они изменяют состояние нашего населения, духовное состояние меняется. Вот я был в одном селе, и говорил с местными жителями, они говорят, спасибо москвичам, они нам показали, какая ценность у нас есть. А мы-то, ну, стоит и стоит, ну, течет и течет, ну, купол упадет, упадет. А тут, когда люди так бережно стали относиться, когда они открыли всю историю, когда они повесили, вот, да, описание на щите, что это, кто строил этот храм, что он символизирует, то мы стали гордиться за наше село, и мы стали беречь этот храм. Вот, действительно, народ просыпается не так быстро. Я говорю, к сожалению, от отношений к храму, это отношения и на улице к тротуарам, к нашим газонам, к подъездам. То есть, да, мы еще не дошли до того культурного уровня, который был у нашего народа до 17-го года. Мы не дошли еще до культуры европейской. Вот, в чем-то, да. Но мы к этому идем. А в чем-то они не дошли. Европейцы не дошли в духовном плане до той чистоты, той духовности, которую имеет наш народ. Они, когда приезжают, вот эти иностранцы, они просто бывают потрясены. Вот тот же пояс Божией Матери. Вот сейчас крест апостола Андрея Первозванного. Вот что творится в Петербурге? Сколько людей стоят в очередь? Что творилось в Москве? Вот такого нет в Греции. Такого нет в Европе. То есть, наш народ знает цену святыням. Он на подсознательном сердечном уровне тянется в храмы и получает помощь от Господа. И вот эти греки, они стоят, и вот я видел, как вытирают слезы. Их вера, как они говорят, наша вера укрепляется от веры вашего народа. И они говорят, а какой же это был народ до 1917 года, если сейчас мы только видим осколочки того благочестия, того нравственного уровня. И действительно, вот они заряжаются от нас. Но это, наверное, все-таки лучшая часть нашего православного народа. Конечно, но мы же по-русскому... Да, наши отношения к русскому языку, да, мы вот это отношение формируем не по надписям на заборах, да, а по литературным произведениям, да. И также мы как бы выносим суждения о русском пении не потому, что мы вечером иногда слышим, как пьяные мужики поют. Нет. Мы говорим о тех действительно достойных песнопениях, образцах, да. Поэтому и здесь мы всегда равняемся на высокое. Это правильно, конечно. Ну вот это, наверное, вопросы вообще о взаимодействии в отношениях общества и церкви, да. И можно иногда услышать и такие суждения, что в церкви не все внимательны, когда приходишь в храм. Есть служители церковные, достаточно равнодушно относятся тем, кто приходит. Вот вы что скажете на это? Ну знаете, я бы сказал словами Игнатия Брянчанинова. Человек жил в середине XIX века, и вот он писал, «Глядя на монастырь, я могу сказать, что творится в миру. И глядя на мир, я могу сказать, что творится в монастыре». Почему? Потому что кадры для монастыря, они куются в миру. И вот глядя на наше общество, мы можем сказать, в каком состоянии у нас, там, к примеру, там, медицина. Вот, но не в техническом состоянии, а вот где-то в человеческом. Там отношения, там, в армии и прочее. И поэтому эти же люди, они идут и в церковь. Просто в меньшем, да, в меньшем масштабе, но все есть. Где-то действительно в рубль, где-то холодность, она тоже есть. Потому что живые люди. А не с человеком же жив будет и не сорешит. Вопрос в другом. Сколько человек пребывает в состоянии, к примеру, раздражения. Вот нет человека, который бы не раздражался. И как он себя проявляет? Можно вообще и зайти на слюну там. А можно вот где-то там понегодовать, а потом прийти в себя и взять себя в руки. Вот это, духовная жизнь, это аскетика. Аскетика — это упражнение, это тренировка. Аскет — тот, кто тренируется. То есть, когда мы тренируемся, мы же вот на льду тренируемся и падаем постоянно. Но ты должен знать, во имя чего ты это делаешь, да? Да, вот правильно, во имя чего? Во имя спасения, во имя людей, во имя любви. Любви нельзя научиться сразу. Любовь начинается с терпения, со смирения, с терпением себя. Мы должны других терпеть, себя терпеть. Поэтому, когда бывает, приходишь, вот, а у нас ее не хватает терпения. Приходим в больницу, вот я или в тюрьму прихожу, и вижу, и думаю, Господи, как вот здесь люди терпят, да? Вот не свобода. Человек вот занят своими болячками, а он еще при этих болячках так себя ведет достойно, оптимистично. Завидуешь этим людям? И еще немножко об взаимоотношениях церкви и государства. Церковь вмешивается в какие-то законно-творческие процессы? Вот, например, ювенальная юстиция. Есть мнение по этим проблемам? Ну, конечно, конечно же. Ну, вмешивается, наверное, так нельзя сказать. Мы считаем, мы считаем, не вмешиваясь, да, это неправильно. Просто вообще здесь нужно разграничить понятие церковь. В нашем понимании, что такое церковь? Это общество людей, крещённых людей. Это общество, оно вмешивается в какие-то процессы? Ну, так сколько у нас, давайте посмотрим, крещённых людей? Участвуют они в жизни своей страны? Конечно, они участвуют. Да, поэтому можно сказать, что церковь вмешивается, да нет, она просто живёт. Она живёт в обществе, да, мы живём. Просто более церковный есть человек, есть менее церковный. Одни знают, другие мало знают что-то. Но вот по ювенальной юстиции, вот здесь вот перебор, перебор явный. Нам с Запада привезли закон. Он гласит так, но приоритет детей, права детей. Подождите, права не выдаются без обязанностей. Должны, есть права родителей, есть права детей. И как можно человеку выдать права без обязанностей? Сказать, вот теперь ты по дороге можешь ездить, и как хочешь. Ты всегда прав. Мы сейчас пожинаем плоды вот этих вот поездок, когда люди забывая, игнорируя, вот всё это заканчивается смертью. Поэтому, в первую очередь, в семье есть некая иерархия. Как в любом обществе, государстве, фирме. Да, есть глава фирмы, есть подчинённые. И мы не можем сказать, что права будут одинаковые у уборщицы и у директора. Да. Поэтому она пытается навязать искусственную схему, которая не отвечает ни законам человеческим, ни закону Божию. Но мы же говорим здесь о правах человека. То есть, то же самое, если вы привели пример уборщица и директор, человеческие права, да, каждого он имеет. Да, нельзя говорить о правах ребёнка без прав родителей и без обязанностей. Вот ребёнок разворачивается, говорит, я пойду сейчас на дискотеку, там подают наркотики, там мне весело, право родителя ему запретить. Поэтому у нас самое правильное отношение в теории. В теории у нас очень правильно. А то, что на практике где-то не получается в стране относиться где-то к детям, вот, это вопрос времени. Мы перешли, мы прожили страшный период, когда была ломка традиционных ценностей и во многом удалось их переломить, сломать. Но сейчас вторая волна идёт вот к нам за границей, вот, наведение хаоса. Если не будет чёткой дисциплины в армии, в государстве, то всё, это уже не армия, это уже не семья, а тем более говорят те люди, которые проповедуют однополую любовь. Ну как это? Не только даже к человеку, к животному, как-то любовь с животным. Они говорят, оно имеет право, место быть, и пускай вот всё это показывают по телевизору. Вы что? Люди, повреждённые в своём духовно-нравственном сознании, пытаются какие-то законы принести нашему обществу. Во-первых, это неправильно с любой точки зрения. Каждая страна имеет некие свои установки исторические. Мы возьмём мусульманские страны. Мы не можем какую-то американскую демократию навязать этим странам. Это навязывание. Это неправильно. Люди живут в своей культуре. Поэтому они не принимают вашу культуру. Всего-то навсего. Не принимают культуру. Не могут её принять. Не хотят и не могут. И это их право. И мы не должны вмешиваться в их делах. Всего-то навсего. Так, в общем-то, и в остальном тоже, да? Конечно. В массе случаев происходит, да. А если уж мы вот об этом заговорили так широко, какие самые большие пороки, на ваш взгляд, над которыми надо работать вот сейчас и всем, и каждому? Вы уже, конечно, затронули, но так подытожить. Один из пороков, это, конечно же, пороков много. Мы говорим бессердечие. Такая холодность в отношениях к людям, друг к другу. Вот посмотрите, идёт толпа людей, и человек падает один. и вот много ли броситься к этому человеку? Немного. Вот едет машина, и человеку что-то случилось, он выходит, поднимает руку. Многие останавливаются, тоже немногие. Вот чёрствость, вот это бессердечие, а умоление главной добродетели, это добродетель называется любовь. Без этой добродетели семья не может существовать. Не может правильно существовать и государство, и личность. В семье, вот мы возьмём обычную семью, а муж отдаёт себя жене, жена отдаёт мужу. Вот если не будет этой самоотдачи, появится холодность, и потом семья просто разваливается. Вот этого нам так не хватает сейчас. Вот это опять, это показатель нашего общества. Почему наступит конец мира, конец света? Потому что оскудеет любовь. Вот мы читаем в Священном Писании. А почему она оскудевает? Потому что порог, как мы называем, ошибка, грех, можно сказать, который человек делает всё больше и больше, он вытравливает эту любовь. И всё, у человека вместо любви появляется увлечение, страсти, они очень короткие, это вот как батарейка, которая раз, и она быстро закончилась. Как один говорит, я могу любить всю жизнь, а другой говорит, я 10 лет, а третий говорит, я месяц люблю. Один говорит, а у меня любви хватает на одну ночь. Потом всё, я-то не виноват. Любовь, как в песне, она пришла, но она-то и ушла. Христианство говорит о другом, что любовь, это ещё усилие воли, это то, в чём мы заставляем себя. Вот как работа, хочешь, не хочешь, надо, встаёшь утром, учиться надо, и дети встают. А если мы скажем, дети, даём вам свободу, как хотите, так и живите, что хотите, то и кушайте, чипсы, кока-колу, пожалуйста, пирожное и мороженое. Всё, в 15 лет инвалиды. Так и здесь, вот оскудение главной, центральной добродетели, общей, которой нам нужна, это любовь. Она воспитывается первое, формируется, развивается, как любое качество, волевое, и плюс она ещё даётся нам, в задатке, Богом. И мы должны просить, в Евангии сказано, просить и дастся вам. То есть просить у Бога, Господи, помоги мне полюбить вот этого человека, который меня не любит. Помоги мне его выдержать. А любовь начинается просто с терпения, стиснув зубы, где-то мы не отвечаем на удар словом, таким же ударом, иначе просто будет скандал, ровань, и это ни к чему не проведёт. Ещё молимся за этого человека. И постепенно проходит время, когда начинаем делать ему добро от христианства. Любите врагов ваших. Только единственная возможность из врага сделать друга, это воздать ему добро. А физикой можно просто уничтожить его, с лица земли стереть. Но это неправильный подход. Мы начали наши разговоры со строительства кафедрального собора, но я думаю, что внимательный слушатель всё-таки понял, что всё взаимосвязано, весь наш последующий разговор. И вернёмся к собору. Чем будет отличаться он от других храмов в нашем регионе, а может быть вообще на северо-западе? Когда мы говорим, что кафедральный собор, центральный храм, центральный храм нашего севера, он отличается функциональностью. В первую очередь это масштабом. Как я уже сказал, наш народ хочет зайти в храм спокойно, достойно, положить поклон, приезжает патриарх московский, наступают какие-то большие праздники. И вот часто мы слышим, ой, да в храме не пройти. Ну, почему на главные христианские праздники у нас так мало места? Посмотрим на наших соседей Восток, какие строятся мечети, огромные, потрясающие. Тот же Кавказ, Узбекистан и так далее, Иран, Ирак. Вот это тот храм, который является визитной карточкой нашего города. Главным местом духовной молитвы, где мы собираемся вместе. В Евангелии есть такие слова, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Когда нас много, когда мы единым сердцем, едиными усты славим Бога, просим Его, тогда эта молитва способна проникать через облака небеса, доходить до Бога. Когда наше сердце наполнено покаянием, смирением, любовью, действительно, тогда наш народ, наш Север, он угоден Богу. Вот для того, чтобы менялось в человеке самое главное, а самое главное на духовном нравственном уровне это наше сердце, чтобы оно менялось, чтобы оно приобретало вот эти качества сострадания, любовь, милосердие. Вот народ должен приходить в духовную больницу. Храм это еще духовная лечебница, где мы чистим свой внутренний организм, где мы его правильно настраиваем на правильную волну, чтобы наши приемники способны были ловить правильную музыку, классическую, замечательную, способную преобразить сердце человеческое. Вы еще ведь хотите современные какие-то новшества везти в храм, это будет центр еще и нравственного. Знаете, это не современное, это историй было так, что большие кафедральные храмы, там и воскресные школы, и библиотеки, и прочее, и прочее, это место... Комната матери и ребенка еще должна быть. А матери и ребенка это вообще обязательно, у нас нет ни одного храма. Я говорю, вот я часто, мне так бывает жалко, мам, вот она пришла, а ребенок заплакал, но он же не по часам писается, а что она может сделать? А его нужно причастить и еще целый час стоять на службе. А здесь она зашла в соседнюю комнату, где все для этого есть, где звук проникает в эту комнату, а с комнаты он не проникает в храм. Ребенок плачет, смеется, она никому не мешает. К причастию поднесли ребенка, ну это же замечательно. Вот все это должно быть у нас в кафедральном соборе. Ждем. А срок можете назвать? Нет. Я не могу назвать срок, мне не нравится вот это, то, что было в советском периоде, к такому числу сдать. Но не получается это. Знаете, есть замечательная христианская пословица. Христианского народа, англичан, она звучит так. Хочешь рассмешить Бога, скажи ему свои планы. Поэтому я не буду говорить своих планов, чтобы не смешить Бога. Спасибо большое, Владыка, что нашли время прийти в нашу студию. А вот в завершении разговора расскажите любимую притчу или же иносказание, которое поднимет дух, чтобы избавиться и от уныния, от раздражения. Есть такое? Вот знаете, у нас есть святой апостол Иоанн Богослов. Он прожил самую долгую жизнь среди апостолов. Вот когда он уже был старенький, больной, когда к нему приходили люди, ну он же великий чудотворец, и думали, что он что-то сейчас будет рассказывать, он был немощный, а он говорил одно, братья, любите друг друга, отчин, ты нам еще что-нибудь скажи, это самое главное в жизни. Я хотел бы, чтобы мы старались хоть чуть-чуть сделать один шаг по отношению к любви другому человеку. вот тогда и наша жизнь, и жизнь нашего севера, и отечество будет меняться. Спасибо. Всего доброго. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин